Здравствуйте! С вами Марина Романюк, программа «День города» и основные темы четверга. Смотрите выпуски. Заключительное заседание. Депутаты городской думы подводят итоги действующего созыва. Точно в мишень чемпионат России по стрельбе среди сотрудников ВСИН проходит в Рязани. В Рязанской городской думе состоялось заключительное заседание третьей весенней сессии. На нем депутаты подвели итоги работы действующего созыва горпарламента. Напомним, созыв этот начал свою работу в сентябре 2018 года. Об итогах и планах в нашем следующем репортаже. Итог пятилетней работы третьего созыва гордумы подвела председатель Татьяна Панфилова. Так, за пять лет проведено 75 заседаний. Принято больше 1600 решений по таким вопросам, как благоустройство, ЖКХ, социальная сфера и другие. Татьяна Панфилова добавила, что депутаты приняли важный документ – стратегия экономического развития города. За пять лет построено две новых школы в микрорайонах Горощи и Кольное. Пять детских садов. Возведено 20 пристроек к существующим детским садам. Только за последние два года было капитально отремонтировано 11 школ. Большое внимание уделялось созданию модельных библиотек, ремонту детских учреждений дополнительного образования. Было открыто новое здание школы искусств номер 2 в Недостоево. Важная тема повестки – это изменения и дополнения в бюджет на 2023 год. Доходы и расходы увеличились больше, чем на 870 миллионов. Большая часть идет на ремонт дорог, капремонт тепловых сетей и реализация проектов местных инициатив. Выросла и сумма на первоочередные расходы, на приобретение автобусов большего класса, проведение работ для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году и отопительному сезону, и валки аварийных деревьев. Одновременно межбюджетные трансферты уменьшаются на 102,7 миллионов рублей. Кроме того, доходы и расходы на 2024 год увеличиваются на 20 миллионов рублей и на 2025 год на 310,5 миллионов рублей за счет субсидий из областного бюджета на строительство детского сада в ЖК «Метропарк». Следующий вопрос коснулся изменений в генплан города. Речь идет о семи участках в районе Галенщина. Из зоны озеленения специального назначения их перевели в зону лесопарков и городских лесов. Предлагаемые изменения в генеральный план города Рязани необходимы для проведения работ по постановке на государственный кадастр и учет участков городских лесов, расположенных на территории города Рязани. Такие изменения позволят увеличить площадь городского лесничества больше, чем на 100 гектаров. После леса будут переданы дирекцией благоустройства, и город сможет выделять средства на содержание этих территорий. На участке после включения их в состав лесничества будет возможна только санитарная уборка. Также депутаты Гордумы одобрили установку мемориальных досок на зданиях трех школ. Все военнослужащие РФ, погибшие в ходе проведения специальной военной операции, и были награждены орденом мужества посмертно. Напоследок обсудили вопрос о присвоении звания почетного жителя города, награждении почетными грамотами Рязанской городской думы. В управлении Федеральной налоговой службы по Рязанской области подвели итоги работы за первое полугодие 2023 года. На заседании присутствовал губернатор Павел Молков, председатель Рязанской областной думы, главный федеральный инспектор по Рязанской области, министр финансов Рязанской области, а также руководители правоохранительных органов. Несмотря на сложности в экономике региона, за первое полугодие текущего года динамика прироста показала хорошие результаты, заявил на заседании руководитель налоговой службы Вячеслав Морозов. А благодаря работе с должниками уровень взысканий с недобросовестных физических и юридических лиц вырос на 29%. Участие органов внутренних дел было проведено 10 выездных налоговых проверок. Дополнительно поступило в бюджет 100 миллионов рублей, чтобы больше аналогичного показателя прошлого года аж в три раза. Совокупная задолженность по налоговым сборам, страховым взносам, пеням, штрафам за первое полугодие снизилась на 2 миллиарда 798 миллионов рублей или на 11% относительно начала года. Всего налоговые поступления в областной бюджет за первое полугодие составили 34 миллиарда 865 миллионов рублей. Этот показатель превышает цифру аналогичного периода прошлого года на 327 миллионов рублей. Показатели очень достойные. Ну, собственно, сколько я работаю здесь, в Рязанской области, налоговый так всегда. Знаю, какой большой труд стоит за каждым из этих показателей. Поэтому, Числав Анатольевич, благодарю вас и весь коллектив за вот эту большую работу. Для региона это очень важно. Мы с вами уже говорили, что это развитие, это новые возможности, новые проекты, которые мы можем реализовать благодаря вашей работе. В завершении заседания региональная налоговая коллегия обозначила основные задачи до конца 2023 года. Среди важных аспектов – снижение общей задолженности, а также проведение мероприятий по налоговому контролю. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». За звание самых метких и быстрых соревнуются стрелки из числа сотрудников ВСИН. В Рязани стартовал Всероссийский чемпионат ВСИН по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В соревнованиях принимают участие более 250 сотрудников территориальных органов и образовательных организаций ВСИН России из 38 регионов страны, в том числе сотрудники отрядов специального назначения. Успешно выполнив упражнения, спортсмены могут получить звание мастера спорта. На рубеже стрелок из Самары Дмитрий Седов. Мастер спорта международного класса, преподаватель по огневой подготовке. Здесь, на чемпионате по стрельбе, он наравне с другими участниками – сотрудниками Академии ВСИН со всей страны. Задача сейчас – не столько быстрее всех поразить цель, сколько быть точнее остальных. С этим у Дмитрия Седова проблем нет. Стрельба – это такой вид спорта, который не любит суеты. Где-то нельзя торопиться. Поэтому я учусь, чтобы все было, так скажем, курсантов по полочкам. Последовательно. Ну и, конечно, точность исполнения всех действий. Огнем рубеже, в том числе с оружием, потому что оружие – это небезопасно, так скажем. Но и с ним нужно уметь безопасно обращаться. В этом году во всероссийском чемпионате ВСИН по стрельбе спортсменов стало больше. На стрельбище Академии приехали 38 команд со всех регионов страны. И только 6 из них – из учебных заведений. Они, кстати, соревнуются отдельно. В программу включены упражнения по стрельбе как из автомата, так и из пистолета. Различаются, например, по дистанции. С пистолетом участники подходят к мишене ближе. В каждом упражнении задача своя. В одних нужно просто стать самым мелким, в других – опередить соперников не только в точности, но и в скорости. У нас определено по результату. Если выполняют на автомате, как вот сейчас видно, мишени висят, упражнение А4 скоростной, 285 очков результат, то любой, кто этот порог преодолеет выше, тот получит норматив мастера спорта. Как раз упражнение с пистолетом выполняет Рамзан Баштагов. В Рязань сотрудник УФСИН приехал из Чеченской республики. Оружие у спортсмена свое, личное. Говорит, что так проще. Уже знаешь, как родной пистолет ведет себя в той или иной ситуации. Частично говорит, это и помогло стать мастером спорта по стрельбе СПМ. Но про психологическую подготовку забывать тоже не стоит. Очень важно на психологическое состояние спортсмена, чтобы он был именно, как бы он сильно не тренировался физически, сколько бы ему настрела не было, если у него нет именно психологической подготовки, даже подготовки, вот то, что он может справиться с данной задачей, когда человек, спортсмен, выходит на рубеж, у него уже очень сильно идет давление чисто психологическое. Физически это, в принципе, нетрудный спорт такой. Да, техника нужна, наработки нужны. В основном такой, пациентов 70 спортсмен должен быть морально-психологически подготовленным. Самой же зрелищной частью соревнований станет так называемая дуэльная стрельба. В этом упражнении примут участие лучшие из лучших. Спортсмены, которые выбьют больше всего очков. Их задачей станет поразить на скорость и меткость 6 падающих мишеней. Дальность для пистолета 15 метров. У автоматчиков же дистанция больше – 50. Сложность этого упражнения в том, что спортсмены будут находиться на рубеже одновременно подвое, соревнуясь друг с другом. Судьи говорят, что в таком упражнении участникам придется бороться с собой как психологически, так и физически, постоянно контролировать мушку с целиком. Сам чемпионат проводится в целях развития служебно-прикладного вида спорта стрельба из боевого ручного стрелкового оружия. В Уголовно-исполнительной системе Российской Федерации завершатся соревнования 28 июля. В Рязани станет больше детских площадок. Нехватка во дворах домов, мест для отдыха с детьми – проблема, которая беспокоит многих рязанцев. Однако вскоре ситуация должна поменяться. Об этом сообщает сайт мэрии. Детские площадки – излюбленные места для отдыха подрастающего поколения. Рязанцы знают, здесь их чадо всегда найдут единомышленников и весело проведут время. Причем, по словам местных жителей, не хватает детских площадок именно в спальных районах города. Конечно, нужно больше площадок. Мы живем в Дашках. У нас там раньше была хорошая площадка за Европой, за другом центром. Сейчас там уже почти от нее ничего не осталось. Вот сюда вырвались погулять. По сообщению администрации, детских зон отдыха станет больше ровно на 40 штук. На эти цели выделено 40 миллионов рублей. Строительство 15 детских площадок сейчас на этапе завершения. Объекты принимает комиссия. Совсем скоро на них уже можно будет наслаждаться беззаботным детством. С середины августа приступят ко второму этапу проекта и установят еще 25 детских площадок. Я так думаю, что городу не хватает детских площадок. Не хватает не просто детских площадок, а детских площадок, нормально укомплектованных, с большим количеством аттракционов, ну, чтобы было где развлечься. И побольше скамейщиков вокруг, чтобы взрослые сели, отдохнули и посмотрели, как радуются их дети. Комфортные современные игровые зоны сделают счастливыми не только детей, но и их родителей. Ведь когда площадка установлена по регламентируемым стандартам и оснащена в соответствии с интересами юного поколения, взрослый может быть спокоен за безопасность своего ребенка. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Новый выставочный проект Рязанского художественного музея – продолжение сотрудничества с коллекционером, почетным членом Российской академии художеств Александром Юрьевичем Ворониным. В этот раз экспозиция предлагает рязанскому зрителю знакомство с творческими поисками современного художника, органично продолжающего традиции авангардного искусства начала 20 века. Евгения Бримерберга. В живописи Евгения Бримерберга стремление охватить полноту всех возможных форм бытия находит воплощение во вдумчивом исследовании ключевых художественных явлений 20 века. Абстрактный экспрессионизм и кубизм, сюрреалистические опыты, рассудочность геометрических композиций входят в основу творческого метода художника, не подменяя при этом собственно авторской позиции. Евгений Бримерберг проживает в России, но это достаточно закрытая фигура. В интернете можно много найти его философских эссе. Он очень любопытный автор, очень сложный для неподготовленной публики. У него есть своя аудитория, как у писателя, так и у художника. Творческий подход Бримерберга обусловлен поисками в сфере философии искусства. В этом смысле живописные произведения – формальное воплощение обобщающих идеи автора и его мировоззренческой концепции. В условном мире холста формируется энергетически наполненная среда, исключающая всякие пространственные и временные ориентиры. Если зритель, который приходит в музей и который все-таки является достаточно подготовленным, с тем, чтобы воспринимать произведения современного искусства, смотрит эту выставку, он прежде всего ощущает подъем оптимизма, веселья, потому что действительно яркие, радостные, неожиданные геометрические сочетания этих произведений, когда художник работает с пятном. Творчество Евгения Бриммерберга убедительно показывает родственность, но не тождественность художественных процессов начала XX и начала XXI веков, связанных в историческом пространстве. Экспозицию выставки составляют более 40 произведений автора, приглашающих зрителя к знакомству с личностью художника, суммы его живописных опытов и философских находок. Выставка будет работать по 10 сентября. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова